Продолжение следует... Экономится, а химии в составе вообще нет. А это самое главное, особенно для таких семей, у которых есть маленькие детки, так же, как и у нас. Вы же понимаете, когда вы устраиваете глобальную уборку в ванной комнате, вы используете такие ядовитые моющие средства. И запахи, мягко говоря, неприятные. В данном случае лучше всего семью отправить подышать свежим морозным воздухом. Если говорить о наших альтернативных средствах, это абсолютно не нужно. Поэтому прямо сейчас я готов приступить к тестированию народных методов. А вы, ребят, немного порисуйте, а потом придете и примите работу. Слава богу, что существуют подобные эксперименты, благодаря которым мой дорогой муж может заняться чисткой и уборкой квартиры. Скажешь тоже, я пошел. Ну, удачи тебе. Итак, сегодня мы протестируем три народных средства по трем различным критериям. Это цена, качество чистки, ну и, конечно же, безопасность для здоровья человека и ванная непосредственно. И обязательно определим победителя. И что важно, ингредиенты для данных средств 100% есть на каждой кухне. Я предлагаю приступить. Нам понадобится вот такая вот емкость для замешивания. Мы берем с вами обыкновенную соду. Две-три столовые ложки. Вот. Еще немного можем добавить. Прекрасно. Сода уже не нужна. Такое же количество нам необходимо обыкновенного жидкого мыла. Вот теперь, по-моему, самое оно. И также все это выливаем в миску. Важная деталь. Обязательно добавляем где-то чайную ложку обыкновенного глицерина. Его можно приобрести за 2-3 гривны в любой аптеке по всей нашей стране. Ложка. Так. Так же выливаем сюда. Для того, чтобы наше моющее средство пахло приятно, можно добавить любое эфирное масло. Я, например, люблю апельсиновое. Буквально 5-6 капель. И теперь все это необходимо тщательно перемешать. Вот приблизительно таким должно получиться моющее средство номер один. Что важно, по себестоимости 300 миллилитров подобного средства обойдутся вам в гривен 10-11, что в два раза дешевле, чем магазинное. Переливаем в первую емкость. Основных компонентов в пропорции у нас один к одному. По этому средству получилось немного. Но для эксперимента нам больше и не требуется. Если вы запланировали глобальную уборку, сделайте средство больше, увеличив пропорции. С этим средством мы закончили. Пока отставляем его в сторону и переходим к народному средству номер два. Для приготовления этого средства усилий нужно будет потратить немного более. Но процесс достаточно интересный. Средство номер два. Располагаем. Берем обыкновенное хозяйственное мыло, терку и тщательно натираем полбруска. Приступаем. Уже достаточно. Мыла получилось достаточно много. И в данный момент необходимо добавить полстакана воды. Но это еще не все. Мыло необходимо довести до кремообразного состояния. Поэтому сейчас мы ему устроим горячую паровую ванну. В эту миску. В процессе приготовления и добавления следующих ингредиентов нашу массу периодически нужно будет помешивать. Это еще не все ингредиенты. В данном случае воспользуемся еще ручной соковыжималкой для цитрусовых. Досточка. Нож. Далее нам понадобится сок одного лимона. Убираем досточку и нож. И переливаем раствор, который у нас получился, уже в эту миску. И в раствор, который у нас получился, кремообразный, мы добавляем заранее приготовленный сок лимона. И снова-таки хорошо перемешиваем. На данном этапе должна выйти вот такая вот масса. Сейчас мы добавим 2 столовые ложки глицерина. Опять глицерин, спросите вы? Зачем? Глицерин необходим для того, чтобы средство наше не застывало и постоянно находилось в жидком состоянии. Ну и сейчас самый главный секретный ингредиент, который понравится многим мужчинам, которых жены заставят делать это моющее средство. Пол столовой ложечки водки. И теперь с гордостью могу вам сказать, что средство номер 2 на 100% готово к использованию. Переливаем его в соответствующую емкость. Стоит заметить, что для приготовления 300 мл данного средства вам понадобится еще меньше, 7-8 гривен. Для приготовления народного средства номер 3 нам понадобится стакан воды, стакан уксуса. Если вы хотите раствор посильнее, возьмите 9% уксус. Если достаточно слабого раствора, 6% вас также смогут выручить. Перемешивать особо нечего. По рекомендации народных экспертов, достаточно добавить несколько капель эфирного масла. Это якобы должно перебить неприятный запах уксуса. Средство готово. Переливаем его в баночку номер 3. Из-за простых компонентов у нас его получилось больше всего. А если говорить о себестоимости, то здесь, друзья, не более 3 гривен. Ну а теперь самый важный момент. Для тестирования трех прекрасных народных средств приглашаю вас в мою ванную комнату. Пойдемте. Ну а теперь самое интересное для меня – тестирование. И обратите внимание, что очень длительное время я не давал супруге мыть ванную, для того, чтобы сейчас все проходило честно и оптимально. Средство номер один. Сода, глицерин, жидкое мыло и эфирное масло. Предлагаю приступать к эксперименту, но сначала оденем перчатки. Ну а теперь я готов приступать непосредственно к тестам. Ох, приятно наблюдать за процессом, когда твоя ванна снова становится белой. Чистит, но чистит не идеально. То есть наивысшую оценку я бы этому средству не ставил. И на что стоит обратить внимание? Если у вас акриловая ванна, все-таки в составе есть сода и крупинки, вот они немножечко ощущаются, не растворились до конца, вы ее можете слегка поцарапать, чтобы было бы нежелательно. Поэтому задумайтесь над этим моментом. Если вас это не смущает, пожалуйста, средство номер один вполне заслуживает на наше с вами внимание. Предлагаю переходить к средству номер два. Здесь у нас растопленное простое мыло на такой специальной паровой бане, после чего мы добавили туда сок лимона, глицерин и ложку водки. Ну, немного менее. И сейчас получилась достаточно интересная консистенция, с интересным запахом. Наносим средство. На самом деле, средство номер два очень даже меня порадовало. Загрязнения были серьезные, оно справляется с ними великолепно и достойно. Но, во всяком случае, не хуже магазинных средств. Поэтому пока что, из тех двух средств, которые мне удалось попробовать, данное средство занимает достойное место в моем рейтинге народных чистящих средств. Предлагаю прямо сейчас переходить к средству номер три. Итак, средство номер три также активно участвует в нашем рейтинге. Все бы ничего, компонентов мало, но запах неприятный. Я, с вашего позволения, одену маску. И именно в таком состоянии мы продолжим наши тесты и эксперименты. Стоит обратить внимание, что от этого средства слизистая раздражается даже в маске. Поэтому работайте с ним аккуратно, если решили использовать. Ну и перед тем, как тереть активно губкой, вот слегка смочите ту часть ванны, которую вы собираетесь в данном случае очищать и убирать. Стоит заметить, что чистит достаточно неплохо. Но есть один нюанс. Такое количество кислоты может испортить поверхность вашей ванны, ну и, конечно, будет раздражать слизистую. Эти испарения, они абсолютно неполезны для нашего с вами организма. Поэтому это средство чистит, но из-за вреда, как ванной, так и здоровью, считать его лучшим я вообще не могу. Давайте вместе подведем итоги. На самом деле, средство номер один. Абсолютно безопасно, приятный запах у него получился, но качество чистки желает лучшего. Средство номер два. Абсолютно безопасно, по своим ингредиентам. Он чистит хорошо, ну и, в принципе, добавить здесь больше нечего. Пока что это мой фаворит. Средство номер три понравилось мне меньше всего. Раздражает слизистую, небезопасно для нашего здоровья, может повредить поверхность нашей ванны. Ну и, кроме того, огромное количество средств просто стекает по ванной за счет того, что в нем нет мыльной составляющей, и очистить ним достаточно сложно. Хочу вам признаться, что мне больше всего понравилось средство номер два. И, как вы догадались, его-то в студии именно и тестировал наш эксперт Андрей Побаев. Ребята, Аня! Ну что, принимайте работу. Ну, здорово. Совсем другое дело? Да, ты такой молодец. Я не сомневалась, что ты справишься с этой работой. Спасибо тебе большое. Ребята, нравится? Да! Да. Ну все, теперь у нас чистая ванная. Со спокойной совестью, чистой совестью мы можем идти отдыхать. Пойдемте.